Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем свой эфир. Не на сетунь парке, как вы могли бы подумать. Мы находимся сейчас на северо-западе, на территории северо-западной лиги ЛФЛ. Стадион Октябрь, улица Живописная. Мы стоим здесь, конечно, не просто так. Здесь один из центральных матчей западной лиги, да и вообще всего, наверное, чемпионата Запада, в котором встретятся два суперклуба, две команды, которые являются в футбольном плане врагами. И сегодня мы ждем здесь просто самую настоящую битву. Но до матча есть еще несколько минут. И пока мы пообщаемся с нашим гостем, который согласился дать перед матчем интервью, Сергей Чиликин, главный судья северо-западной лиги и по совместительству руководитель «Динамита». Сергей, все правильно сказал? Да, все правильно. Здравствуйте, дорогие телезрители. Очень рады сегодня вас здесь видеть. Ну, вас, ну и вас у экранов. Ну, неспроста. А ты сейчас даешь интервью, да? Все-таки есть у тебя знакомые игроки в обоих командах. Да, безусловно. Ну, во-первых, спасибо за то, что пригласили. Это крайне приятно на такую аудиторию работать. А что касается, ну, на «ты», да? Что касается твоего вопроса, ну да, действительно, у меня сердце разрывается, потому что помимо непосредственной интриги, вот, противостояния, там, золотой матч, на позолоченный и так далее, у меня в «Титане» Артем Сергеев играет, мой фронтмен, мой друг, мой товарищ, мой братюня. А в «Мега-Титане» Илюша Микинкин, который также в «Динамите» в свое время с Артемом и со мной ковали северо-западную славу. И поэтому, конечно же, лично для меня этот матч вызывает неподдельный интерес. Я знаю, что все «Динамитовцы» смотрят. Также в «Мега-Титане» Сережа Кутузов, который у нас также выступал, играет. И вся «Ультра», где он играл, смотрит. И Куркина, где он до «Ультра» играл. Поэтому матч, ну, просто интрига запредельная. Да, огонь. Сереж, скажи, пожалуйста, за кого будешь переживать, наверное, некорректно будет? Ну, такой вопрос в лоб, можно сказать. Вот попробуй ответить. 51-49 за «Титан», потому что Артем Сергеев все-таки играл дольше. Я ношу эту руку с вами на руке. Он об этом знает, об этом знают все. Но, опять-таки, если выиграет Илья, тоже не расстроюсь. Поэтому пусть победит сильнейший, и кто сегодня, действительно, будет покруче на поле. Я просто поболеюсь за красивую игру. Спасибо, тоже наслаждаемся, будем сложиться футболом. Да, конечно. Кирюш, хорошего просмотра. Ну, я думаю, что зрителей будет много у этого матча. Мы сейчас пообщаемся с Александром Голевцом. Буквально через одну минутку не выключайтесь. Ну, а кто фаворит в этом матче, на твой взгляд, встречается все-таки два, две команды, которые идут в лидирующей группе? Мне сейчас опять хочется также ответить на этот вопрос, потому что в таких матчах, мне кажется, нет фаворитов. Все решается на футбольном поле. И после игры будет понятно, кто фаворит, а кто аутсайдер. Ну, достаточно длительное время ты отсутствовал в составе «Титана», да? Вот твоя, по-моему, первая игра в этом сезоне, насколько я помню, да? Да, моя первая игра. Я, можно сказать, сейчас только знакомлюсь с коллективом, вообще с командой. Перешел летом и сразу уехал в командировку в Армению. Вот сейчас пришел, да, первая игра. Какого сейчас? Есть ли волнение перед матчами? Ну, легкое волнение всегда есть перед игрой. Это такое нормальное, здравое. Скажи, пожалуйста, про тактику. Что говорил Алексей Медведев, как «Титан» будет играть? Ну, это должно, наверное, остаться внутри коллектива, в раздевалке. Не могу об этом говорить. Ладно, хорошие игры, Станислав, все. Главное, без травм, сейчас зима. Спасибо, вы не мерзнете тоже, работайте. Спасибо. Вот на такой позитивной ноте Станислав Ефимов нам сказал. Друзья, ну и мы, в принципе, готовы тоже начать встречу. Вернемся буквально через 30 секунд. Все нормально, да? Ну что ж, друзья, возвращаемся мы на поле. Супер матч, супер дерби. Две команды, которые являются главными действующими лицами в западной премьер-лиге. Титан, Мега Титан. Ну, это то, чего мы ждали очень-очень давно. Ради такой игры даже был перенесен матч с западной лиги на северо-запад. Это, собственно, потому что здесь, видите, по картинке, да, что есть подогрев в поле с точки зрения качества. Оно, конечно, здесь лучше, но все-таки какой-то дискомфорт. Но лично вот у меня немножко присутствует, потому что в любом случае Сетани это наш родной дом. И все-таки там чисто футбольный стадион. И, конечно, такие матчи хотелось бы видеть у нас. Но что есть, то есть. Мы все равно ждем сегодня супер матча. Поле, опять же, немножко другого размера. И это тоже может сказаться, наверное, в не самую лучшую сторону, потому что оно здесь шире и пообъемистее. Но, тем не менее, это дерби, это ЦСКА «Спартак». В российском футболе это «Барселона» «Реал». В испанском это классика, это дерби, как хотите, можете называть. Я Михаил Меркулов. Ко мне сейчас присоединится Илья Лукьянов. И здесь вот в таких супер снежных условиях мы здесь будем смотреть, наблюдать за этой встречей. И пока у нас небольшая заминка в связи с тем, что Сергей Лихонин должен одеть галкипера «Мега Титана» красную шелетку. Василий Лазийский, главный тренер, главный судья, прошу прощения, так уже заговариваюсь, этого матча. Ну и есть у нас небольшая, опять же, задержка, да, просят и, по-моему, галкиперу «Титана» надеть тоже яркую жилетку. Ну, все правильно, потому что у северо-запада есть, у этого поля небольшой нюанс. Там, где находятся ворота, немножко такое затемнение идет. Вот, и в предматчевом интервью с Александром Голевцом я как раз спросил об этом, будет ли проблемой. Ну, вот, посмотрим. Ну что ж, игра началась. Хотелось бы, конечно, говорить о том, кто есть фаворит, какие расклады и так далее. Ну, о них мы, я думаю, что поговорим, но хотелось бы сказать, что в таких матчах сложно выделить, кто фаворит, кто лидер, потому что это дерби. Да, здесь может случиться все абсолютно одинаково, как в одну, так и в другую сторону. Ну, игра на три исхода. Я напомню, что у нас «Титан» идет без поражений в этом сезоне. «Мегатитан» получил, ну, просто оглушительную оплеуху неделю назад в матче против ФКСП. Прокуратура выиграла, ну, просто без шансов со счетом 5-0. Посмотрим, какие будут сделаны выводы, потому что руководитель команды Игорь Кротков был этим крайне недоволен. Возможно, что после этого матча будут сделаны какие-то орг-выводы. Но посмотрим. Вообще для обоих команд, коллективов этот матч имеет крайне важное значение. Даже я не беру ту точку зрения, что на каких позициях находятся команды. Здесь, наверное, очень важно сказать о психологической составляющей. Победа в этом матче, она может много закрыть глаза. Здесь, может быть, опасный момент. Клюев здорово подработал себе грудью. И вот такой подход «Мегатитана». Ну, вот по первым секундам «Мегатитан» явно выглядит заряженным. Ну, команде деваться не могут. Команде надо исправляться. И, наверное, это игра не только с точки зрения того, что надо побежать, глядя в турнирную таблицу. Но и с точки зрения того, что это принципиальный соперник. И я напомню, что проиграя сегодня «Мегатитан», «Титан» оторвется еще дальше. И «Мегатитану», наверное, будет крайне сложно бороться за первое место. Опасный штрафной у ворот «Титана». После этого мы огласим стартовый состав. И Илья Лукьянов ко мне присоединился. Присоединился, да, действительно. И я вас приветствую, вы любители футбола. Наконец-таки одна из самых главных встреч, наверное, чемпионата сейчас на ваших экранах. Оваснейший штрафной сейчас у ворот как раз-таки «Титана» у мяча у нас Александр Куксов. Удар низом. И что там? А в итоге гол. Гол открывает счет у нас «Мегатитан». Сергей Скобляков очень удачно. Набивание оказался в нужном месте, в нужное время. И «Мегатитан» выходит вперед. Неплохой. Неплохой удар получился. На самом деле Александр Куксов, да? Все, наверное, ждали, что он будет бить верхом. Вот, да. Он будет бить на силу. Я тоже хотел об этом сказать. Я сам, честно говоря, думал, что будет удар на силу. Но Куксов здесь схитрил и сделал абсолютно правильное решение. Потому что рикошет, мяч отскочил к Скоблякову. Но это тот человек, который обладает таким опытом, что, мне кажется, здесь на две команды хватит. И оказался там и просто переправил мяч в пустые ворота. Ну, что называется, подобедал этот мяч. Ну, все правильно. Так опытный футболист и делает. Ну что, давай быстрее к составу команд, да, действующих лиц мы. Быстрее к обозначим. Начнем все-таки с Мегатитан, да, в воротах. Они номинальные гости сегодня, поэтому, да, давай, да. Сергей Лихонин, номер 30, в воротах. Трех защитников слева направо. Сергей Скобляков, 55-й. Вот уже один гол на отметку. Я так понимаю, Сергей Скобляков все-таки играет в пол в защите. Да, вот как раз-таки в линии защиты, именно слева, играет Александр Куксов под номером 4. Неплохая атака у Мегатитана. Еще одна проходит, еще один удар, но накрывается Эриком Корчагином. Последний защитник Сергей Алборов, номер 18. Справа от него Никита Сурков под номером 7. Три у пол защитника слева Сергей Скобляков, номер 55. В центре Михаил Пивенов под номером 14. Справа Клюев под номером 9. И впереди Эрик Корчагин под номером 8. И я назову состав Титана. В воротах Юрий Костриков, номер 1. Справа Иван Шамалин, номер 83. В центре номер 5 Дмитрий Бушуев, номер 5. Повторюсь, капитан команды. Слева Виктор Копков, номер 33. В центре играет Дмитрий Лушников, номер 7. И такое трио атакующих. Максим Киселев, номер 99. Алексей Медведев, номер 13. И Евгений Севастьянов, номер 4. Ну, номинально, я сейчас сказал, справа налево. Но на самом деле, вот эта троица, она может меняться. Особенно Киселев и Севастьянов запутывает защитников. Ну что ж, вот это быстрый гол у нас произошел. Соответственно, Титан, понятное дело, пойдет отыгрываться. Это очень, с точки зрения открытости игры, наверное, сейчас придаст такого нам интриги некоторые. И, соответственно, за игрой будет смотреть еще интереснее. Ну и, конечно, Мега Титан, да. Все-таки обращаем мы внимание, что вернулись в состав Сергей Лихонин и Александр Куксов. Это ключевые фигуры в команде Александра Голевца. Кстати, Александр Голевец, главный тренер Мега Титана. Главный тренер Титана Алексей Медведев. Он такой играющий тренер, но помогает ему Денис Локтионов. Да, ну и завес сегодня Алексей из первых минут у нас на поле, да. То есть здесь Алексей решил вместе вывести свой коллектив. Ну, здесь, наверное, все-таки вынуждены, так скажем, замены. Алексей в этом сезоне, как правило, начинает матчи с скамейки запасных. Но вот сегодня ситуация такая, что Дмитрий Агапцев, вот, он находится на морях, так скажем. В отпуске. В отпуске, да. И этот матч он пропускает. Соответственно, естественно, обычно Медведев меняется с Агапцевым. И Агапцев, ну, набрал вот сумасшедший ход. Здорово смотрится, забивает, отдает. И посмотрим, насколько его будет не хватать. Конечно, Медведев и Агапцев это две, ну, равноценные фигуры. Вопросов нету, но вот для разнообразия, да, все-таки. Да и просто, чтобы Медведев какие-то корреки увести со скамейки, с бровки, да, ему нужна пауза в любом случае. Да, ну и, как ты уже сказал, вот с Дмитрием Агапцевым Алексей Медведев уже наколотили достаточное количество мячей, да. И голевых хвостов, то есть, действительно, такая атакующая. Очень хорошая связка, ну, и при том, что, ну, не часто, да, но иногда они вместе на поле тоже появляются. Тем временем, ну, неплохо, на самом деле, Титан сейчас подавил своего соперника. Вот она, контратаку, возможно, Куксов в одно касание. Хотел на Корчагина, да, но заметить, что уже все персонально только что были закрыты, а что Куксов, ну, и Корчагин-то в любом случае здесь очень пристально следит за ним, как раз кидмитрия Бушева. Ну, вот надо сказать, что Титан сейчас владеет территориальным преимуществом, неплохо катает, но это, знаешь, вот очень важный момент, на мой взгляд, не знаю, согласишься со мной, нет, это все-таки размеры поля. Я все хотел обратить внимание. Вот диагональ, пожалуйста, Куксов, здорово, на Корчагина, да, вот на Сетовом парке, не факт, что прошла бы эта передача, здорово, Куксов, и надо делать 2-0, по идее, Клюев. Клюев вообще такой невезучий человек последних, футболист, конечно, в последних матчах, потому что очень много моментов было с ФКСП не реализовал. Вот сейчас моменты, да, и сейчас 2-0, и было бы уже еще интересно. Ну, пока, я говорю, Мега Титан сейчас предстает совершенно другой командой, нежели неделю назад. Совершенно другая, ну, опять же, да, будем не раз еще, вот, обращаться к размерам поля, вот, это, ну, это ли один из ключевых факторов или нет. Но, с другой стороны, Титан тоже может здесь разбежаться, да, но вот этим пока не пользуется. Замена у Титана вместо Скоблякова появляется Алексей Ланцов, я так понимаю, как раз по позиции замена. Да, по позиции, но именно как раз по полузащитной позиции, да, потому что, понятно, Куксов никуда со своего левого фланга защиты сегодня не уйдет. Кстати, у Титана появился сегодня Станислав Ефимов, который, как он сказал, был в командировке в Армении, вот. Сегодня он здесь на поле, но я думаю, что если матч будет складываться, ну, не самым лучшим образом, то мы увидим его гораздо быстрее. Да, ну, и мне кажется, знаешь, вот, сейчас после этого момента Севастьянова опять вот славный, славный свой любимый проход, да, налево-направо, налево-направо, никогда не знаешь, в какую сторону он побежит. Вот, Титан выдал такую серию матчей, да, что в какой-то момент мы даже о Ефиме забыли, забыли, мне кажется, и вот перед матчем, да, перед, предматчем, в интервью даже и не увидел Станислава Ефимова, да, Миш, и потом только понял, что вот кто же из Титана решился с нами поговорить. Нет, но мы ждали просто, я ждал главных тренеров, вот, Александр Голевец пришел, Алексей Медведев, ну, наверное, в суеверие не смог прийти, но вот Станислав Ефимов все равно отважился, да, молодец, для него сегодня, может быть, это дебют, если он выйдет, Корчагин, штрафный принимает, Ланцову неудобно, здесь, ух, здорово, выручает Костриков, Карпов, который, кстати, получил повреждение, да, вот уже несколько матчей он не играл, играл, поэтому Юрий Костриков. Но тем временем все равно мяч остался, то есть все равно за футболистами в черной, в черной форме, Иван Шамарин, а кого он в центре-то здесь искал, вообще непонятно, Куксов подхватывает здесь мяч, отдает на Пивенова, тот в одно касание бьет, ну, и разминка для Костриков. Ну, что ж, живая у нас игра, интересная, ну, и видно то, что Мега Титан, конечно, сегодня предстает, вот по этим минутам совершенно другой командой, да, потому что деваться некуда, ну, и сегодня принципиальный соперник, я говорю, за победу над Титаном Александру Галюксу, как главному тренеру, и команде можно простить многое, да, это крайне важная игра для обоих коллективов, для обоих руководителей, я имею в виду, это ИЗУ, и Кротков, это сегодня действительно, ну, нокаут, это напряжение, оно чувствуется. Действительно, там чуть-чуть завозился, я помню, Ланцов в Штатной площади, да, но вот кто-кто, успокоит. Здорово, Лушников здесь, красавец еще и принял, еще и сохранил, здорово. Дмитрий сыграл здесь, а здесь Киселев очень технично, Севастьянов один в один он может обыграть кого угодно. Здесь надо очень внимательно, но зарабатывать штрафный удар, не всегда мы можем, друзья, видеть то, что происходит на дальней штанге, потому что мы здесь находимся в параллельном поле, вот, и стараемся, конечно, все воззрить, но не всегда это получается, поэтому если что-то где-то там мы не увидим, то просим сразу за это. Прощение, ну, штрафные удары, кстати, Кутузов появился на поле, у нас вместо Корчагина. Кутузову знакомо, это поле очень хорошо, он играл здесь за ультру, вот, поэтому привыкать к полю ему, я думаю, что не надо. Ну, и штрафный удар Лушников, по-моему, мяча, да? Нет, Шамарин. А, Шамарин, да. Шамарин, разбег, удар и мимо ворот. Ну, и вообще как-то это непонятно, да, я так, например, пытался как Куксов, да, низом туда в створ ворот пострелить, но просто удар мне у Ивана не получилось. Скажи, пожалуйста, ты вообще помнишь по первому тайму, по этим минутам, были ли удары в створ ворот Лихонина? Нет, пока у нас Сергей абсолютно без работы, и так, чтобы, знаешь, кого-то из футболистов просто вывели на удар, да, хотя бы опасно, не опасно, это не важно, мне кажется, пока что, ну, вот, вот это был первый удар, наверное, Шамарин, именно поворот. Первый на подборе Пименов, тут здорово крутит-вертит, но, опять же, надо быть поаккуратнее, Ланцов здесь ошибается, и Пименов, ну, конечно, нарушает. Желтая карточка в любом случае будет, да, но вот Михаил Пименов акцентирует внимание на то, что это вот первый, да, мой такой фолл, поэтому, ну, почему желтый? Ну, с другой стороны, вот, так сказать, подставили, да, здесь Михаила Пименова? Да, 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 здесь Алексей Ланцов просто подсунул своему полузащитнику Ефиму, ну, на самом деле, правильно, он делал, вфалил здесь, потому что могла быть крайне опасная атака. Ну, посмотрим, штрафные тоже, это не подарок у мяча. А Шамиль Курбанов? Шамиль Курбанов по номерам 8, да, относительно новичок команды, по-моему, третью игру он проводит за коллектив. Вот, сейчас посмотрим, Титан, наверняка что-то наигрывал, смогут что-то... Сделать как удар, неплохой, неплохой удар, но справляется. Защита, ну, и вот она, вот она, атака, наконец-таки такая, более-менее полноценная, да, у Титана получается, да, доходит мяч до Медведева. Ух, какой тут, извини, я что перебиваю, но здесь гораздо интереснее, поверь мне, да, Ефим, хочу сказать, Пименов с Кутузовым здесь сколеснулись. Закусились у нас все футболисты практически, да, и поэтому мы все-таки не будем микрофоны здесь отдавать чисто на поле, да, потому что, ну, не всегда в таких лесоприятных красках у нас футболисты. Суть в том, что... Ох, удар Лихонин, красавец какой! Ну, вот и Титан у нас просыпается, с выходом, кстати, Белого, Павел Белов появился на левый фланг, Артем Сергеев появился в центре, как-то мы так тоже не заметили, да, и Курбанов появился, и вот Титан уже... Ну, так неплохо, и сейчас Лихонин просто выручает свою команду, так вот, про такой небольшой конфликт Кутузова и Пименова, я так понял, что Кутузов недоработал там на стандарте, хотя должен был из-за этого получил от Пименова. Ну, на самом деле, в какой степени понять можно, потому что, когда такая игра здесь где-то, на секунду ты расслабился, тебя уже наказывают, а ты мяч и вытаскиваешь из ворот. Тем более, один гол, да, ну, это ВФЛ вообще нельзя назвать, наверное, преимущество. Здорово! Ага, атака совсем один, там, Клюев, ну что, второй шанс у него будет? Нет, все-таки решил здесь Артем отдавать, отдавать на дальнюю, но, как мне показалось, наверное, не поднял, да, он голову был уверен в том, что кто-то из его одноклубников точно туда набегает. Нет, ну вот, ты понимаешь, обычно в таких ситуациях из 10 Клюев 9 пробьет, и вот в этом он почему-то решил сделать передачу, вот, на самом деле, немножечко странно, но вот сейчас Клюев, удар, и что, ага, точнее, крестовина здесь была. Да, и вот почему-то из этой ситуации Клюев-то решил, да, пробить, хотя он мог Кутузову сейчас отдать, да, а там выход 1 на 1, ну вот, не знаю. Артему, да, наверное, вспоминаю вот предыдущий, да, эпизод, о котором ты говорил, что вот чуть-чуть там мне не повезло, чуть-чуть не повезло и в прошлых играх, да, поэтому сейчас отдавал, ну отдавал, конечно, наверняка на дальнюю, да, но при этом никто из его партнеров даже не подсказывал, что отдай, не отдай, никто не бежал, были уверены, что 1 на 1 дальше будет выходить. Ну вот, что бросается в глаза по сравнению с матчем с ФКСП, Мега Титан все-таки играет гораздо строже в обороне раз, первые два мяча были пропущены в первом тайме на контратаках, сегодня такого не позволяет. Себе Мега Титан старается все-таки опускаться или лишний раз не исти большими силами в атаку и, соответственно, свободных зон не так мало. Ну, хотя несколько раз Титан все-таки подбирался, да, тот же выстрел Киселева, здесь опасно мынье, а здесь Сергеев по прозвищу мынье, да, здесь за спиной открылся. Да, и, кстати, тоже можно, наверное, засчитать, да, как удар в створ, ворот, вот, мог чуть пораньше спросить, был ли Лихонин в работе, да, как только так сразу Титана начали как раз-таки Сергея разминать и очень неплохо, очень неплохо, действительно, пару сэвов уже, что один и другой вратарь совершили. Танцов с Курбановым сколеснулись там, ну, а эмоции видны на бровке, все переживают, все волнуются, игра не только за 6 очков, но и напомню, что это дерби, это матч, который важен для обоих коллективов, тем более в преддверии Нового года, контратака может получиться здорово, Белов, ну, здесь, мне кажется, вот, затормозил. Затормозил, зачем, ну, Киселеву, можно было же пойти 3 в 2 разыграть что-то хорошее, Шамарин. Ну, правильно, не надо, не надо слишком туда-то торопиться, да, уже успели все футболисты, миг Титана расставиться после вот этой не очень удачной передачи Белова, да, в те время Сергеев проходит штрафную, удар снова накрывается, а вот здесь вот что? А здесь можно желтую карточку, наверное, еще одну показать, действительно, будет предупреждение капитану команды уже Титана Дмитрию Бушуеву. Тут с каждой стороны кричат, с одной стороны кричат руководители, и команда, и так далее, да, но это появится эмоция. С другой стороны, здесь некоторые болельщики тоже стоят, просят вообще красную карточку за данный эпизод, но на самом деле они вместе бежали, боролись, ну, эпизод на усмотрение арбитра. Все-таки здесь, поэтому Лазийский показал, значит, он тоже прав. Терентьев, хороший заброс на Клюев, по-моему, или кто это? Нет, Сурков это был, да, номер 7 Сурков. Ну и пошел, кстати, Терентьев туда, штрафную, а вот и разминается у нас Сергей Лихонин, все-таки действительно прохладно, прохладно ему в воротах, да, Центрополья добежала, обратно. Если слышит наш оператор, покажите, пожалуйста, Сергея Лихонина, как он разминается, у нас есть небольшая прям пауза, вот, и спасибо, да, спасибо, да, он разминается. Смотрим за этим угловым, розыгрыш Сурков, бить уже явно не будет, Ланцов, слева ноги его можно закрутить, уходит под лево удар, и вот Низом, Низом сегодня, когда Билл Куксов и забивал Скобляков, да, как раз был удар Низом. Сейчас Ланцов тоже сделал именно вот удар Низом, Клюев отправляется передохнуть, да, и как раз вместо него Скобляков появится, автор пока что единственного гола нашей сегодняшней встречи. Ну и надо, наверное, еще сказать о том, что, ну и напомнить просто, да, мне, где там пока что в этом сезоне во всех соревнованиях Либийской футбольной лиги не проиграл ни одной встречи, ни одной. И вот как ты думаешь, Миша, вот за 1 декабрь сколько голов забил Титан? Ну, приблизитель. Ну, около 30, наверное, да. Да, то есть отметка 35 мячей просто за декабрьские встречи. Ну там мы кого-то разгромили, по-моему, они. ЦСКА, ЦСКА, да, со счетом 19-0. А здесь еще один удар, и очень неплохо, неплохо здесь действует оборона Титана. Вот отсюда, откуда мы комментируем, вообще ощущение, что мяч летит в ворота. Но раз рикошет, и он на угловом. Вот такой оптический обман, как это говорится. Вот еще один розыгрыш. А, ну под Ланцову здесь, конечно, чтобы тот мог спокойно подработать себе под левую, уйти в центр. Ну, логично. В принципе, здорово, но Кутузова... Надо выносить, да, Мабушевых это делает. Куксов на подхвате, Скобляков на своей любимой позиции там слева. Ну и вот она атака возможная. Титана должна развернуться сейчас. Пас тогда вперед, а остается он в поле. Нет, все-таки в последнюю секунду уходит. Вот так, здесь у нас нервы напряжены. И Артем Сергеевич здесь даже подпихнул, так скажем, нашему режиссеру. Вот, ну и мы на самом деле не можем отсюда никуда тоже скрыться. Мы около брехи тоже находимся. Ну, ничего страшного, это эмоции, все все понимают. 1-0 пока у нас впереди. Мега Титан, гол. Единственный мяч пока на счету Сергея Скоблякова. И несмотря на то, что, да, 1-0, игра смотрится. Игра интересная, игра живая, игра эмоциональная. И вот это тоже очень важный момент. Никто на поле и за его пределами не остаются равнодушными к тому, что происходит здесь, на этом зеленом прямоугольнике. Да, что удивительно, да, относительно нашей зимы, да, именно зеленым. А зеленым тем временем атака. Пивенов будет первым на подборе, но не уступчик. Здесь ни один, ни другой, да, Сергеев, конечно, так быстро не даст развиться этой атаке. А вот, кстати, появился у нас на поле Станислав Ефимов, да, о котором мы говорили. Соответственно, вроде больше замен не было. О, Лихонин здесь здорово добивает! Медведев, гол! Будет гол все-таки, да. Кстати, я заметил, после первого удара Медведева, да, как раз-таки на последнем рубеже оказался именно игрок Титана. Но со второго раза Сергеев в пустые ворота уже этот мяч заносит и один-один. Вот так вот забыли Алексея Медведева, по идее он еще с первого раза должен был залетать этот мяч. Будет ли у нас повтор сейчас, да? Наверное, посмотрим этот забитый мяч. Вот минутная, даже секундная невнимательность на аути. Вот, пожалуйста, мы смотрим, да? Здесь Скобляков не пошел за Белом. Медведев тут как тут, да? Ну и здесь уже... А здесь уже Куксов, прошу прощения, Миша Скобляков убирает одного, второго. Там уже так просто не удалось убрать и отрабатывает уже и впереди в атаке там Сергей. Но я так понимаю, как раз-таки вот о чем ты сейчас, Миша, в повторе-то и говорил, да? Оставил за своей спиной игрока Скобляков и этим тут же воспользовались футболисты Титана. Шесть минут осталось сыграть в первом тайме, 24 сыграли. И, ты знаешь, вот голы-то у нас похожие, да? Что первый Скобляков подработал, да? Что, собственно, Сергеев тоже оказался тоже на дальней штанге и сбивал уже, по сути, пустые ворота. Такие немножко идентичные забитые мячи. У нас, кстати, Артем Фролов еще появился. Замен делал на дальней штанге, поэтому тоже не всегда все видно. Кутузов надо зацепиться. Нет, Бушуя здесь отбирает этот мяч. И туда, вперед-подальше. Ана Медведева в верховой борьбе. Все-таки, оказывается, никто не оказывается, точнее, сильнее. Здесь просто мяч заходит спокойно до Лихонина. Хорошая передача-то вперед. Нужно за нее цепляться. Ланцов сохраняет ее. Сурков налево на Кукса. Здорово. Куксов совершенно недавно вернулся, напомню, из Бразилии. Но вот если бы была игра в прошлые выходные, конечно, Кукса удар какой Пименова. Акклиматизация. Вот если, например, туда летишь, на другой континент, то как-то легче переносится, нежели обратно. Поэтому, ну, неделя была у Куксова, чтобы войти в этот ритм и подготовиться к этому матчу. Небольшая пауза у нас. Илья Микинкин выходит на поле. Микинкину тоже прекрасно знакома эта поляна. Он как раз сейчас поздоровался с Артемом Сергеем. Они друг друга знают. Они играли здесь, на северо-западе оба. И Сергей Чиликин при матчном интервью об этом, кстати, еще раз напомнил. Но вот у Микинкина небольшая травма была, поэтому он выходит только в концовке первого тайма. Соответственно, по идее, должен усилить игру. И выходит на место Михаила Пименова, которому тоже нужно несколько минут для того, чтобы передохнуть. Ну да, как раз последние пятиминутка для Ильи Микинкина в центре поля. Илья Микинкин должен хоть как-то себя провидеть, потому что да, с прокуратурой не провел даже ни одной минуты в матче как раз. Мы еще, Илья, мы еще не отметили одного футболиста в составе Титамы. Это 48-й номер. Скажи, пожалуйста, кто это? Он не всегда вылетает, на самом деле, его фамилия. Нет, по-моему, это Кузин, да? Да, Артем Кузин, Артем Кузин, все правильно. Да, все правильно, Артем Кузин, но вот я просто к тому, что обычно под 48-мым играл Севастьянов, но Кузин не так часто. Опять же, приезжал в этом сезоне, плюс еще в шапке, и я говорю, вот на счетовании мы бы узнали бы сразу, да, его. А отсюда все-таки, когда еще плюс снег идет, ну, действительно, можно не разглядеть. За это просим прощения. Терентьев, заброс на Корчагина, ну, не точно. Корчагину все-таки за спину давать, ну, наверное, не надо, потому что ему как раз надо дать. Если Медведев может убежать, если ему кинуть за спину, да, то Корчагин все-таки немножко другой формации форвард. Ему надо давать все-таки в недодачу. Вот он может зацепиться, развернуть или скинуть. Конечно, ну, в любом случае... Ох, как я сейчас чуть-чуть не ошиблюсь. Лихонин с Терентьевым, ну, хорошо Кукса вовремя. И опять туда вперед, но опять слегка неудачно, ошибается здесь фролов. На равном месте, потому что у нас такой меч никак не может в газон никто выложить. А укладывают у нас все-таки Корчагин. Ну, вот если, помнишь, мы говорили, первые минуты были полностью за Мега Титаном, да, то как-то вот ближе ко второму тайму Титан выровнял, Титан забил, и сейчас вот игра идет 50 на 50. И те атакуют, и другие, и, в принципе, уже нет у кого-то явного преимущества. Кто же из тройки футболистов Мега Титана все-таки к этому мячу подойдет? Просто Клюев и Терентьев здесь, ну, возможно, будут вводить Куксова налево под удар. В стенке двое Медведев и Сергеев. Терентьев наверняка будет пробовать удар шикарный, удар хороший, но Котриков здесь не стал ничего выдумывать, кулаками просто вывел за лицевую линию. Да, ну вот за кем же окажется концовка этого первого тайма, да, вот 1-1 у нас по ходу. Первых 30 минут, ну, действительно, игра абсолютно равная. Вот он, розыгрыш, а на Куксова под правую, ну, вот не очень удобно. Он был сейчас Александру бить, но не бить он в этом эпизоде не мог. Нет, не совсем, Илья, с тобой соглашу здесь. Может быть, было удобно, просто было под правой ногой. Вот в чем дело, и если было под левой, я думаю, что... Я же и говорю под правую, не очень удобно. А здесь, ну, а по-другому никак не проходил, наверное, под левую. Ну, надо давать, там, все-таки, игроки. И, в принципе, давали правильно, но, я говорю, просто, тут надо все-таки... Вот такие розыгрыши нужно правшу ставить, как ни крути. А Бушуев? Еще один удар, высполняй Бушуев, еще один удар, высполняй Фаралова. Ну, вот уже и свои атаки отвечает Тита. Кузин на голом флажке, ну, смогли с кем-то разобраться, нет. Не смог, просто за боковую этот мяч и выйти. Ну, конечно, сегодня, понятно, что всем тяжело, всем все борются. Но вот, все-таки, хочется отметить Дмитрия Бушуева, который... Колоссальный объем работы, удар здесь! Опасно! А после этого договорил Лихонин, Лихонин выручает свою команду. Здорово! Так вот, Бушуев, да, который капитан команды, ну, во-первых, действует очень спокойно, что тоже очень импонирует, это раз. Во-вторых, играть против Корчагина и Кутузова весь матч, ну, это реально очень сложно. Вот, и Бушуев играет здорово, несмотря, да, на то, что получил желтую карточку. Здесь шуху могло быть опасно, нет. Ну, и первый тайм, да. Закончился, да, у нас тайм первый, да, ну, и, как мне кажется, я думаю, ты тоже со мной согласились, видишь, 1-1 счет абсолютно закономерный, да. В какой-то момент были чуть лучше, в Болистом Мега Титана забили свой гол, да, потом чуть концентрацию потеряли, Титан тут же забил свой, ответный, ну, и вот они равные единицы на табло, и что же будет во втором тайме, предугадать абсолютно сложно. Да, с тобой согласен, ты знаешь, ну, говорить о том, что Титан не создав моментов, да, это, понятное дело, это просто утопия, понятное дело, что они будут, вот, поэтому рано или поздно Мега Титан не мог постоянно вести вот этот ход и играть в таком, и где-то прессинге, и так внимательно, в любом случае какой-то, ну, перепад он будет. У нас, я так понимаю, что Сергей Алборов получает повреждения и покидает поле, идет в раздевалку, там вот, что же случилось, попробую узнать, давайте отдохнем сейчас несколько минут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому! разных дивизионах но мы возвращаемся на поле студент октябрь и титан начинает свою атаку титан мега титан встречается это супер матч супер дерби матч за которой болельщики и руководители могут простить все по счет после 1 1 0 1 1 прошу прощения открыл счет сергей скобляков затем артем сергеев сравнял ну и игра смотрится игра интересная игра классная давай по составам быстренько титан воротах костриков справа шамарин в центре бушуев капитан команды слева капков в центре лучников и 3 у полузащитников медведев киселев севастьяна в принципе это вот стартовый состав первого тайма мега титан воротах легко не на слева учат надо разобраться нам будет после атак мега тит титана прошу прощения и здесь ну цепляет терентьев и медведева сурков справа нет сурков насколько вижу да скорее всего сурковцы 3 терентьев справа ланцов ну потому что мы видим до центре поля у нас сами кинкин слева от него будет располагаться клюев справа ланцов получается и впереди курите корчанину и они бы не будем забывать еще первый раз это матч александр кабанов да кстати говоря да появляется да вот это интересный ход от александра голевца кабанов не играл весь первый тайный и мне кажется в такую игру входить на украине сложно но посмотрим опасный штрафной васил азийский главный орбит сегодняшнего матча капков умечает для левши но скидывает под шамарина удар ланцов здесь игра а нет сурков прошу прощения здесь не играет очень внимательно определяю иногда пока по цвету бутсы вот так вот у ланцова и у суркова как раз красного цвета бутсы и соответственно перочить обратил на них внимание но было сурков здесь титан сейчас начинает пенсионную атаку здесь ланцов начинает пресс к лучников сохраняет мяч здорово направо бушуев не спешит не спешит у нас китам вот как раз таки касается отличие до между первым таймом вторым да если куда-то непонятно питон нес в начале первого тайма да там какие-то не связаны были передачи то вот сейчас все гораздо осмысленнее а тем временем алексей медведев очень подка опасно подкате там летел он и конечно извиняется он сейчас перед сурковым нужно будет разыграть этот мяч сергей лихонина ланцов здорово здесь хранят мяч и выводит что суркова подключает к атаке здесь никита ошибается ну и сразу просит его там александр голевец занять позицию кабанов выигрывает борьбу верху ну вот то если мега титан да потерпел поражение в прошлом туре от фксп со счетом 5-0 то вот чего давнико кстати не случалось мы говорили это на неделе и вообще но такие матчи они помнятся достаточно долго как для них так и для других ну а титан кстати говоря в чемпионате илья не проигрывал с апреля с марта даже так в апреле в апреле титан 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 титана мега титан то проигрывал фксп на прошлые выходные титан я говорю помимо того что он идет чемпионате без потерь последнее поражение было первого апреля ничья просто первое поражение первые потери очков было с фксп 00 а до этого за неделю команда проиграла cdn 13 и это было 24 марта то есть представляешь сколько уже времени прошло и титана я вот терял очки еще тогда в марте-апреле ты понимаешь как время долго прошло добыл чемпионат россии но там опять же читам проиграл пенальти да то есть можно расценивать по-разному вот но в целом до до беспроигрышные серии она длится очень давно очень давно и долго здесь может быть опасно угловой угловой все-таки будет разыгран лучников лучников пойдет его разыгрывать это по него как раз таки вместе с севастьяновым мы ждем замен ждем замену как раз таки пойдет сурков да и куксов а тут же вместо него на поле забегает занимает нужную позицию но тем временем я розыгрыш капков и вот туда назад на бушую очень внимательно просят сейчас в бейс мега титан играть их главные тренинг а мега титан спасибо на а а а Руки дай, спасибо! ПОДПИСЫВАЙТЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕ! Справа. Леха, отброс, Леха. 5 метров назад и сходи! Леха, Леха! Леха, он будет хорошо кинять. 1 метр! И я поднял! Это... Ухса! Пусть выновьется, Лефонии надо босководить Никто не блять! Вони рука не огруди Останавливает, это очень хорошая Передачена у Корчагина Вот этот смесь да там Застрял, пока что Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 деваться некуда но нет алексей медведев дает шанс мега титану вот так вот да немного уступили там вылезли мега титаны своими атаками да но тем временем вот она единственная контратака до шанс у медведева был очень хороший но попадает он в каркас обороты да вот момент вырос из того что просто слегка поскользнулся да там чуть ли не на ровном месте нас терентьев да и выход один на один до момент еще просто момент еще сейчас был ланцов на пименова пименов подключает куксова удар с такой с таких позициях крайне сложно найти сетку ворота все-таки чистокол ног плюс галки перня бактуа лидера премьер-лиги очень сложно поэтому качестве забивать хотя куксов не стать их попадал штрафный удар вот достаточно много титан да вот фалит возле то там рука то подкат вот и пока мега титан этим не пользуется теперь же пименов интеллектив этого мяча михаил себе все-таки игровой снаряд забирает после штрафного пименова низа муда очередной чистокол ног и мяч уходит на угловой я напомню что просим еще раз прощения за то что были небольшие неполадки здесь но я напомню что мы сегодня находимся все-таки не на западе а на северо-западе мы в гостях где играет центральный матч западной премьер-лиги титан мега титан но сейчас все хорошо и мега титана подает угловой на подборе первый сурков тут воздействие помогает да немножко так я четко отскочил клюеву еще один удар слета еще один будет нужно отдать доходит от мяч до нужного адреса то в лице алексей ланцова теперь уже куксов одно обманное движение второе а тащит тащит мяч вперед но там аж три соперника его встречают все равно мяч остается за более 3 мега титана еще один перехват но вот там вот прям на том краю дальнем от нас сейчас все основные события проходят а здесь спокойно этот мяч в итоге забирается и гелифор какая такая интересная сквозная передача прошла там у куксова аккуратно уже один раз теретьев за спину себе запустил видео здесь надо очень внимательно быть потому что реш читает все эти выбросы вот эти и за спину как раз очень хорошо открывается и конечно скорости на медведев превосходит терентьева и если немножко неправильно позицию то уже медведев оказывается глаз на глаз сгалкипером в тире не вырывай здесь этот мяч и что атака контратака здесь будет а если вы будете продолжать разгоняется там слева вся скамейка конечно же титана кричит о том что уже игру остановить пока что шамарин а точнее шамарин прошу прощения курбанов на газоне находился ну и вот как звучит свисток ну и главный орбита пойдет разберется что там в этом эпизоде случилось курбанов оказывается на газоне у нас говоря о том что была игра локтем со стороны алексея ланцова ну такой игровой эпизод на самом деле очень сложно увидеть его лодически естественно как сейчас по правилам говорят не останавливать игру да если не выбивает мяч соперник соответственно мегатитан продолжал игру но сейчас ланцова меня дабы курбанов не начала возвращать на самом деле но на что-то так скажем ну чтож страсти у нас на колене особенно на 30 скамейках все очень взрывоопасно успевает успевает футболисты но и там еще наше правило правило футбола как раз таки в атаке у нас сергей кутузов задела голкипера титана и поэтому на отворот нужно будет сейчас эту игру вести на смотри как опять очень опасно да практически на ленточке воротам мяч катается но никак пока что не находится того человека кто живо туда протолкнет да вот очень много опасных моментов не за счет каких-то да когда комбинации еще что-то вот какой-то какая-то суматоха отскок где-то кто-то пытается добежать и вот такие момент особенно вот у мега титана так получается вот ну а пока явный момент забить был все-таки у титана алексей медведев выходил на рандеву с лихониным но попал напомнил штангу а титан в атаке и заметить что еще у меня титана два порода одно время на поле до сергей кутузов как и остался там да на острие или корчагин справа в пол защите выше вот александр голевец вернулся к той схеме который был основной в прошлом сезоне которая присутствовала в некоторых матчах этого сезона когда кутузов начинал матч впереди корчагин справа это тот момент когда было двух футболистов как-то поместить да вместе на поле вот но в большей степени мега титан так конечно не играет а вот в этом сезоне где все-таки как правило корчагину начинают центре а кутузов затем меняет но вот если такая ситуация например что нужно забивать то в принципе вдвоем они могут оказаться на поле но сейчас сурков говорит сколько подходит вичу но в принципе обоснованы да сейчас понятно что сурков может кидать только по бровке и только вперед в любом случае никуда не назад да и ну и не в центр них никак и поэтому а как почему бы не закинуть вперед да если есть сергей кутузов ну вот она еще одна проникающая передача кутузова так просто не за нее получается зацепиться курбанов двигается один левый удар с левой ноги а ближний угол но не точно не точно один один напомню в первом тайме забили еще по мячу команда я напомню что вся четверка первое встречается в эти выходные друг с другом если титана с мега титаном вот играю сейчас то завтра фксп играю с cdn это тоже ключевой матч особенно для cdn который также как и мега титану достаточно же потеряли очков и если они хотят вклиниться за чемпионскую гонку с фксп и титаном конечно этим командам надо сегодня побеждать для поддержания прям вот сумасшедшие триги да где аж 4 был коллектив у нас участвует за борьбе за золото да нужно в идеальном варианте мега титана побеждать сегодня а cdn побеждать завтра думаю но мы говорили о том что это очень важные матчи я напомню что в прошлом году два раза дерби осталось за титаном 3 2 и 4 2 и пока что мега титан своей истории не знает побед надо своим главным конкурентом скажем одним из самых принципиальных соперников и конечно пока не дается а в этом году титану ой как хорош куксов она была салютно уверен что обыграет киселева передача вперед но футузов было в другом месте а тем временем настолько встреча увлекательная до выходила что к сожалению подходит она к своему концу да незаметно просто пролетел матч а второй тайм подавно были опасные моменты споры ну что ж я ты отправляешься за после матчевом интервью но друзья обязательно сейчас не переходите не не уходите потому что будет после матча ну слушай через жарко встреча получилась рядом со мной шамиль курбанов футбольный клуб титан на шамиль ну что ж во-первых перешли на запад да как раз таки в клуб титан на это я так понимаю 3 должен ваша встреча за этот коллектив на и первый вопрос конечно как приняли ребята да и как на западе как вам чувствует приняли здравствуйте приняли меня хорошо многих ребят знаю в принципе разговор состоялся после кфл даже во время кфл и как бы уже давал согласия просто по ряду причин только сейчас получилось присоединиться здесь коллектив просто замечательный дружная команда у нас дружно коллектив семья можно сказать поэтому то результаты которые сейчас достигли вот это благодаря этому да ну титан очень много во первых забивает да в декабре ваш 35 мячей наколотили только за один декабрь да обратимся мы и к этой игре да вот кстати что не получилось сегодня почему не удалось именно взять три очка ну да считаю что игра у нас не удалось хоть результат как бы можно назвать положительным может соперник но не для нас мы на победу играли там много не получилось не знаю может связано с переходом на это поле кто-то привык немного там в коробочке чуть другая атмосфера вот но не получилось все неплохо мяч держался но все равно молодцы старались сбились принципе когда игра не идет она характер показывать и не уступать в борьбе сегодня мы показали но ничья можно сказать по такой игре справедливо конечно хотели выиграть да вот это мы и заметили на самом деле в еще самом начале встречи да вот здесь поле в любом случае шире да чем на сету не да и можно как-то использовать эту ширину как раз поле да вот как и нам показалось если или нет именно вот это вот титан по первым минутам никак не могли в свою игру начать играть ну да так и было как-то скомканное начало где-то даже порой неуверенно немножко нить потеряли не знали что делать с мячом вроде пространства много все позволяет разыгрывать комбинации как мы любим но как-то не получалось как то все не сыграть какая-то несыгранность именно 15 минут что для нас странах и у нас сыгранная команда но потом вроде после 15 минут немножко выровняли игру как начали держать мяч конечно не идеально но стало лучше чем начале игры ну а потом уже такая игра то мы то они в итоге ничья получилась в принципе закономерно но в любом случае своим угол одним из главных конкурентов не проиграли сегодня ну да да конечно надо обыгрывать и могли выиграть но ничего страшного как бы не забил лишь он еще много забьет главное на перерыв уходим в хорошее настроение хорошую форму набрали хороший темп задали и главное не подпускать себе конкурентов и отсекать их по возможности ну чтож этого я вам и желаю спасибо большое шамиль да ну и остался да вот михаил пименов его мы тоже также пригласим михаил ну чтож очень тяжелая встреча во всех я думаю участках поля в любом случае да понятно что сегодня обе команды играли только на победу здесь по-другому никогда борьба за золотые медали хочешь не хочешь да нужно выкладываться на всех участках поля все секунды это ее этой встречи как считаете вот что сегодня получилось именно вот может быть забить нужно было бы вот побольше в любом случае вот один да наверное по такой игре в любом случае мало но я хочу сказать что это не золотой матч был да потому что еще все равно играть много хотя мы и много потеряли очков я считаю что правильное решение было что сегодня мы играли здесь потому что сегодня хоть позволяла футбол играть постоянно с теми выходными ну но я считаю что игра была очень хорошей что с нашей стороны что с титаной борьба характер двух команд я считаю что мы были ближе к победе мое мнение и моментов больше подходов больше было у нас и я считаю что чистый гол был чистый гол отменили чистый гол точнее не увидели а вот как еще показалось да вот титана вот эта ширина поля до который в любом случае дешевле чем у нас на сетоне парке да вот они как не могли начать играть свой футбол а вот омега титан наоборот как-то вам стало комфортно а я с вами не согласен потому что мы у ребят кпк закончилась мы сейчас не тренируемся а титан как я знаю и слышал тренируется по два раза в неделю так что мне я даже чуть-чуть побаивался что они физически будут нас посильнее выглядеть а пока наоборот что мы выглядели очень сегодня хорошо я считаю что мы сегодня показали рисунок команды характер это очень было сегодня нужно было не ну должна была победа нам нужно была победа очень очень нужна была победа потому что мы много еще раз повторюсь потеряли очков ну поле классное сегодня поле классные очень хорошо мне очень понравилось она и в любом случае просто мега титану нужно было после оплевухи с прошлых выходных да просто снова прийти в себя наконец ну да конечно мы были расстроены очень сильно я считаю что мы проиграли но посмотрев игру какой-то не знаю несчастный случай какой-то произошел хотя пока очень здорово сыграл против нас я считаю грамотно сыграли против нас это футбол это футбол опять хочется чтобы вот зимний футбол хороших на хороших полях все-таки это для зрителей и для команд это лучше всего и травм меньше будет вот как еще кажется вот артему клюва в последних матчах как-то не очень везет да у него все время моменты практически один на один да но никак он не на свой гол не может забить но артем клюв в последнее время очень хорошо старается я считаю что он по сравнению с тем сезоном прибавил мобильности дальние у него момент очень много мы тоже шутим что он же бомбардиром бы стал кутуза бы обогнал но ничего ничего сейчас отдохнем залечим все травмы и с новым силами в бой ну все михаил не будем больше морозиться да отправляю вас к вашей команде спасибо большое за встречу очень интересно было за ней наблюдать и мы спасибо большое всем зрителям которые вместе с нами эту трансляцию смотри